Итак, всем привет, ребят, с вами FlutterGreen, и сегодня будет какой-то такой вот ролик, в котором я просто хотел бы порассуждать на тему новой полнометражки по МЛП. И, да, наконец-то я тот, кто остался единственным из тех, кто ещё не успел высказать своё мнение по поводу пони полнометражки, потому что все как-то по мелочам суетятся, и я понять не могу, в чём, кто прав, кто не прав, поскольку был какой-то автор, который по мультам снимает видосики, например, и ролики все напоминали просто какое-то мнение, и ничего связанного с понями, просто отдельный видос был на пони полнометражку, со словами, что ух, это отвратительно, это вот так вот, вот так вот, и постоянно на какие-то мелочи обращать, обращая внимание, но при этом говорят, что это мульт создан для детей. Я не понял, потому что, если этот мульт создан для детей, зачем там акцентировать внимание на то, что вот, вот эта вот штука была, например, в лапах, в следующем кадре достают его из портфеля, типа что-то в этом роде. И суть в том, что мне полнометражка понравилась. Не знаю, с чего так, но я был крайне удивлён, потому что это не то, что мы могли ожидать в плане провала, и это не то, что мы могли ожидать в плане какого-то потрясного мульта. А, сейчас объясню. Есть такой вот момент, что мы всегда могли думать о том, что какая-то 3D графика не та, и ещё что-то в этом роде. Это нам не нравится, потому что это новое поколение, верните нам генерацию 4. И это было очень грустно осознавать, что пони какими-то другими стали, какая-то другая стала рисовка, как-то нам непривычно. И наверняка это может быть провальным мультом, потому что, как всегда, Hasbro проигнорирует то, что хотят фанаты. И опять же таки попытаются сделать мульт чисто для детей, вместо семейного просмотра. И в таком же случае можно было говорить о том, что этот мульт станет прям какой-то новой главой, в плане по ней и вернёт то, что было раньше. Тот самый хайп и то, что мы ожидаем. У меня что-то кот там плачет опять. Только я запускаю видос, сразу же он начинает плакать. Я не знаю, в чём прикол. Причём, при том, что я его уже кормил. И знаете, я, честно говоря, беспокоен не тем, что фанаты думают, а тем, что блогеры начинают думать по поводу полнометражки. Кого мнения я не смотрел, все чем-то недовольны. Недовольны тем, недовольны этим. Но мне понравилось. Тяжело как-то это объяснить, но мне действительно понравилось. И мне тяжело назвать это каким-либо жёстким провалом. Потому что провальным это назвать очень тяжело. Там есть забавный юмор. Там есть история. Да, как-то очень скутно была она рассказана. И очень коротко. Чего я был в шоке. Но там были песни, как в других полнометражках. Там было всё, что было в обычных МЛП. Тут тяжело что-то воспротивить и что-то сказать не так. Мне полнометражка действительно зашла. Да, может быть, это не те уже поняхи, которые были раньше. Но, камон. Могло быть и хуже. Давайте на чистоту. Могло быть действительно хуже. Учитывая, что... Если рассказывать о том, что в особенности это могло вообще превратиться в какую-то дресню по типу Пони Лайфа. И, как я говорил, всегда всему надо давать шанс. Мы полнометражку увидели. Теперь, Жеш, вы можете в комментах под этим видосом сказать собственное мнение, что вы думаете. Я обязательно это почитаю. Я своё мнение сказал. Мне понравилась графика. Да, может быть, это не то 2D, которое было раньше. Но 3D тоже норм. Тоже норм. Так что, да, оставляйте свои комменты под этим роликом, чтобы я почитал, что вы думаете. Не блогеры, которые сразу же... У-у-у-у. Это провал. Это плохо. Это не то, что мы хотели. Просто напишите об этом в комментах. Для меня важно именно мнение фэндома, а не блогеров, которые высказывают своё мнение, что им не по нраву пришлось. И уж тем более я проорал с одного единственного факта. Что на Нетфликсе была лицензирована украинская озвучка. Это для меня был шок. И может лишь означать новый какой-то этап в украинском языке на Нетфликсе. Потому что раньше там украинской озвучке было только какие-то рандомные мульты. Которые не то, что хайповыми не были. Они неизвестными вообще не были. То есть я впервые слышал какие-то там проекты. И там было такое. Ну окей. А тут МЛП. И лицензировано на украинском. Это было супер. Потому что мне действительно понравилась озвучка. В особенности то, что полностью перевели ещё и... И сами песни, которые были. Это было круто. Это было действительно круто. Но... Как я говорю, да. Будут разделения мнений. Тут по-любому. Эта полнометражка будет по-любому вызывать разделение всех наших мнений. Типа не будет одностороннего чего-то. А действительно. Половина будет думать о том, что эта полнометражка плохая. Половина будет то, что хорошее. Ну и некоторые будут думать, что не так, не так. Просто проходняк. Но надо понимать, что это... Это начало. Это лишь начало. И не стоит прям сильно критично к этому всему относиться. Скоро узнаем, что и да как оно будет. Когда, по крайней мере, мульт выйдет полноценный вместо полнометражек всяких. То... Блин. Надо бы, чтобы началась эта новая... Новая генерация. Вместо полнометражек. Наша четвертая генерация. Она с чего началась? С первых серий MLP. Не было никаких полнометражек, связанных с этим. Так что надеемся, что... Что-то получится с этого. Я не знаю. Для меня самое главное, чтобы остался хотя бы хайп вокруг MLP. А не люди просто поуходили из него. Потому что мне нравится, как люди делают свое творчество в фэндоме. Мне нравится, как люди креативят. Я хочу, чтобы это продолжалось. И продолжали делаться комиксы по этой генерации. Так что посмотрим, как оно будет. Оставляйте свои комменты с мнением. А на этом, пожалуй, все. Я просто высказал мнение. А то спрашивали и спрашивали у меня. Сколько можно не высказывать своего мнения по поводу MLP? Вот, я высказал. Ладно, всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.